В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с коллективом Видновской дирекции Киносити. Работа у вас беспокойная, как и у нас, потому что и мы, и вы, и мы работаем с людьми. В городе Видное открылась новая общественная баня. Свежий бан, друзья! Участники вокального коллектива «Эврика» стали лауреатами сразу нескольких музыкальных конкурсов. 15 лауреатов и один дипломант первой степени. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с коллективом Видновской дирекции Киносити. В организацию входят кинотеатр «Искра», газета «Видновские вести» и телеканал «Видное ТВ». На предприятии трудится около 100 человек, основная задача которых – обеспечивать актуальной информацией населения муниципалитета. Работа у вас беспокойная, как и у нас, потому что и мы, и вы работаем с людьми. Человек – это самое непредсказуемое из того, что есть. Газета – это телевидение. И в каждом из этих моментов такой тяжелый, каждодневный труд, в котором вы находите творчество, реализацию, ну и, соответственно, удовольствие. В ходе встречи были подведены итоги работы за год и поставлены задачи на следующий. Также сотрудники могли задать главе интересующие их вопросы. Какое будущее ждет нашу газету и будет ли сохранена ее бумажная версия? Газета 100% будет в бумажном виде, потому что вот тот наш ядерный электорат, назовем его так, вот те, кто ходит на выборы и обеспечивает в том числе результат нужный, он читает эту газету. В завершении встречи сотрудникам организации были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Декабрь – время подведения итогов и в спортивной жизни муниципалитета. Заслуженные награды получили победители 17-й спартакиады округа, призеры различных соревнований, активисты и пропагандисты здорового образа жизни. Подробности расскажет Максим Козлов. Зал детской школы искусств не в состоянии вместить всех, кто занимается спортом и развивает его в Ленинском округе. Достаточно сказать, что только в традиционной муниципальной спартакиаде 17-й по счету приняло участие более 2000 человек. Ленинский городской округ богат своими традициями. Одна из самых массовых, самых значимых, самых ярких. Традиция, которая несет такие установки, знаете, на здоровье, на здоровый образ жизни, на развитие. Это традиция массового спорта Ленинского городского округа. Перед тем, как объявить победителей спартакиады, награды вручили тем, кто помогает развивать спорт в Ленинском городском округе. Тренером, администратором и руководителем команд, работником различных учреждений. Поздравляю вас с успешным завершением очередного спортивного года. В этом году у нас тоже есть результаты, как в большом спорте, так и в спорте на уровне муниципалитета. Награды получили футбольные и баскетбольные команды, которые показали высокие результаты в областных и всероссийских соревнованиях. Чествовали и победители первенства России по мотоболу 2022 года – молодежную команду «Металлург». В Ленинском районе уровень поддержки не только профессионального спорта, но и любительского спорта стоит на приличном уровне. Я думаю, что от массового спорта зависит в конечном итоге Олимпиада, Чемпионат мира и все остальное. В ежегодной спартакиаде Ленинского городского округа принимали участие команды из разных уголков муниципалитета. Они соревновались в 17 различных дисциплинах, зарабатывая для своей команды заветные очки. Это комплексная спартакиада. Она состоит из порядка 13 видов спорта. И мы в течение года подводим итоги. Они получают баллы за победу от 1 до 10 баллов. И в сумме потом в конце года мы подводим эти итоги. Они не знают, кто победит, потому что это в основном всегда интрига. И по итогам мы уже награждаем полностью команду. Третье место в спартакиаде досталось команде поселка Совхоза имени Ленина. А вот за первое и второе места борьба была нешуточная. Мы как представители команды развилки второе место в комплексе спартакиаде. Все на пол очка проиграли, уступили городу Видное. С одной стороны приятно быть в призерах, с другой стороны вот эти пол очка, которые нам не хватило до города Видное, они немножко огорчают. Действительно, лишь вторыми стали спортсмены развилки. А первое место в муниципальной спартакиаде 2022 года завоевали видновчане. Это не победа главная, а главное участие, потому что участвуют в спартакиаде жители, не профессиональные спортсмены, а обыкновенные любители. Поэтому, наверное, самое главное – это их не участие, их не желание где-то себя проявлять. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ. В городе Видное появилась новая общественная баня. В торжественном открытии принял участие первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Новое заведение отличается современным оборудованием. Это единственная баня в Московской области, выполненная полностью из дерева. Комплекс включает в себя большую парную, массажный кабинет, помывочную с тропическим душем и зону отдыха. Бассейн 8 на 3,5 метра, массажный кабинет свой, профессиональные банщики, банщицы, две купели на свежем воздухе, это холодная вода 7 градусов и 35 горячая. Альберт Гравин осмотрел все помещения банного комплекса и отметил, что для муниципалитета это место станет отличным вариантом отдыха, в том числе семейного. Вместимость порядка 40 парильщиков, тех участников, которые хотят. И здесь не будет вот того наплыва, что негде приземлиться. Вы посмотрите, достаточно удобные места для размещения индивидуальных ребят, кто придет сюда, чтобы попариться. То есть вот 4 человека достаточно комфортно. Для компаний, которые придут более 6 человек, созданы 3 уютных кабинета, где можно индивидуально прийти, попариться и отдыхать в составе своей компании. Также Альберт Александрович отметил, что скоро после ремонта откроется муниципальная баня на улице Гаевского. Предновогодняя мечта музыкального коллектива при 5-й Видновской школе сбылась. На днях депутат Владислав Рымша презентовал ребятам барабанную установку. О впечатлениях юных артистов и планах на ближайшие репетиции расскажет Юлия Погасьян. Около двух лет назад творческие ученики Видновской 5-й школы организовали ансамбль «Мечта». Выступают как в своем учебном учреждении, так и на окружных мероприятиях. Имеют ряд наград. В репертуаре в основном песни в альтернативном стиле, но имеются и классические произведения. Многие ребята обучаются в детской школе искусств. Для них музыка уже что-то больше, чем просто хобби. У меня папа гитарист, и в детстве он любит тоже альтернативу, рок, различные стили. И при прослушивании данных песен у меня почему-то руки сами потянулись именно отбивать ритм, поэтому в принципе так и сложилось. Это определенные эмоции, которые, наверное, невозможно передать, это нужно только почувствовать. Помимо барабана в группе используется скрипка, фортепиано и гитара. Но именно с ударными ребята всегда испытывали сложности. Собственных не имели. На днях долгожданная мечта сбылась. В ее осуществлении ансамблю помог депутат Владислав Рымша, который просто не смог остаться в стороне и преподнес музыкантам такой новогодний подарок. В этом учебном году школа обратилась к Владиславу Валерьевичу с просьбой помочь школе в приобретении барабанной установки. И вот, собственно, мечта наша осуществилась. Я, конечно, хочу поблагодарить Владислава Валерьевича вас за то, что на любую нашу просьбу и на любой наш запрос вы откликаетесь. Пятая школа – одна из немногих, которая может гордиться наличием собственного ансамбля. Теперь у музыкантов появится возможность больше репетировать, а значит улучшить свой профессионализм. Мне кажется, весь коллектив рад, потому что это, естественно, больше репетиций, естественно, мы больше будем выкладываться. Это уже будет наша ударная установка, которая будет в нашем владении, мы можем ей распоряжаться, поэтому это вообще прекрасно. Я хотел бы пожелать им, чтобы они развивались творчески, естественно, да, хотел бы посетить их концерт, либо какое-то выступление для того, чтобы увидеть, как на практике, да, дети научились играть и выступать в рамках ансамбля и нас удивлять. А концерты обязательно будут. В завершении мероприятия ребята пообещали подготовить музыкальную программу и пригласить почетного гостя на выступление, в котором будет использоваться, конечно, новая барабанная установка. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Для вокального коллектива «Эврика» Видновской детской школы искусств последний месяц выдался богатым на награды. Сразу в нескольких музыкальных конкурсах ребята стали лауреатами. Наша съемочная группа встретилась с победителями. Сюда приходят все, кто мечтает научиться хорошо петь и грезит о сцене. Вокальный коллектив «Эврика» Видновской детской школы искусств недавно отметил свое десятилетие. Тут очень уютная атмосфера, очень все добрые. У меня тут много очень друзей. И каждый раз, как на праздник, прихожу. Хороший очень учитель. Он много чему учит. И вообще здесь очень хорошо. Сейчас в «Эврике» занимаются 65 мальчишек и девчонок. Как сольным пением, так и вокалом в группах. Я стараюсь им привить любовь к музыке, любовь к тому делу, которым они занимаются, то, что они выбрали. Безусловно, я хочу, чтобы каждый из них получил максимальное развитие, насколько это возможно, в меру своих творческих способностей. Коллектив все эти годы активно принимает участие в вокальных конкурсах. Набралось уже более 80 кубков и наград. Последние две недели тоже выдались урожайными. «Эврика» выступила на международном конкурсе фестиваля композитора Александра Ермолова «Мы вместе». Четыре дня более 800 участников из разных стран боролись за звание лучших из лучших. Это один из самых сильнейших вокальных конкурсов нашей страны в целом. И стать там лауреатом – это уже считается просто супернаградой. И вот, как видите, у нас получился урожай этих наград. 15 лауреатов и один дипломант первой степени. И также наш номер был выбран в торжественный галоконцерт. Удачно воспитанники «Эврики» выступили и на всероссийском многожанровом конкурсе фестиваля Герда. Четыре диплома лауреата первой степени, один второй степени и гран-при. Высшую награду, а также грант на 10 тысяч рублей присудили 14-летние солистки коллектива Ирине Исаевой. Мы начинали с дипломантов. Очень радовались, когда мы становились лауреатом третьей степени. И очень ценно получить гран-при, когда ты к этому идешь не один год. Это огромный труд. И она молодец, она очень целеустремленная, очень трудолюбивая, настойчивая, упорная. Поэтому это, в общем-то, дает свои плоды. Я первые, не знаю, минуты две-три не верила вообще. Потом как-то осознала немного. И уже, когда стою, понимаю, что все, все уже закончилось, все выиграно. У меня, конечно, просто родителям начала сразу звонить. Все радуются, всем родственникам там присылают, что ура, наконец-то. Также Ирина вместе с другими воспитанниками Эврики приняла участие в ежегодном фестивале визуальных и сценических искусств Ленинского городского округа «Лови волну». Все представленные 10 номеров не остались без номинаций. Сейчас коллектив готовится к отчетному новогоднему концерту, который состоится 24 декабря в Большом зале Витнерской детской школы искусств. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok